Еще пару дней назад, если бы я делал отчет о своем счете пару дней назад, то мы бы видели прибыль, но вчера и сегодня акции снизились, причем вчера солидно, сегодня немножко, поэтому у нас минус 0,1%, то есть от наших вложений, вот мы вложили, например, тысяч рублей, и наши потери составили рубль, примерно, ну не примерно, а точно такой масштаб у нас, 0,1% потери, минус 4,41 рубль, доходность минус 0,42 годовых, но это опять же фигня, потому что с учетом особенностей этого портфеля, с учетом того, что мы по минимуму покупаем ETF, с учетом того, что иногда вы говорите мне, что покупать, и когда вы говорите, что покупать, мы не особо смотрим на точки входа, на своевременность покупок, и вот эти снижения, связанные с Китаем, все эти факторы наложили, что у нас некоторые убытки, ну минус 0,1%, но это на самом деле фигня, и на длинной дистанции это вообще пофиг, насрать. Так, так, прошлый раз, прошлый раз, мы с вами, кажется, купили еще Viacomis, не ошибаюсь, да, вот наш портфель, я хочу, знаете, еще посмотреть. Сейчас. Есть очень интересная метрика, по-моему, вот эта, да? Нет, не эта, не эта, тут есть интересная... Ну все, пошли отмазки, чувак. Никаких отмазок, я просто объясняю, почему у нас вместо огромных прибылей, не то, что там маленькие прибыли, даже маленькие убытки. Все в порядке, все абсолютно нормально. Тут есть где-то метрика очень прикольная, которая показывает прям вот компании, кто сколько вырос, то сколько упал. Я забыл, где она находится, может быть, здесь, нет? Нет, не здесь, активы может... Нет, это мы как раз их и смотрим. Блин, не могу найти, где... Где все компании и прибыль-убытки. Где же она? Ну ладно, сейчас быстро не найду, значит, в следующий раз буду искать. Такая очень красивая там геометрическая фигура. Ты мог бы наняться в Близзард на должность Тога, кто оправдывается перед инвесторами? Чувак. Ну ладно, не нашел, видимо, как ладно, найду, вам покажу. Давайте посмотрим все еще по секторам. У нас все еще, во-первых, по странам довольно неправильная диверсификация, хотя мы движемся в правильное направление и снижаем долю российских акций, развивающейся Европы. Вы с ума сошли? Ну, Российская Федерация, смотри, относится к развивающейся Европе, регионы мира и страны, да? То есть у нас 37,3 Россия, а к регионам это отнесено к развивающейся Европе. То есть, во-первых, развивающийся рынок, ну это понятно, Россия — это развивающийся рынок, это правда. А то, что Россия — это Европа, ну ладно, Европа так Европа, хотя это с натяжкой можно сказать, что у нас по секторам, у нас все еще очень мало IT, у нас невероятно мало IT, недавно было вообще у нас IT было 4%, мы подняли до 13,6%, но мне кажется, IT можно иметь процентов 30, а может быть даже больше, то есть продолжаем топить за информационной технологией, у нас немножко подросла доля здравоохранения, но мне кажется, здравоохранение можно процентов тоже до 10 поднять, ну а в целом более-менее нормально, недвижимость это какие-то рейты покупать, но так как мы с рейтов платим 30% налогов с дивидендов, то это сильно понижает эффективность, поэтому рейты тоже покупать не будем, что за сервис это snowball income, ссылка на него есть в том документе, документе, вот, смотрим материалы, потребительские товары, потребительские товары, что-то там потребляем, потребительские товары, он вообще все подряд понимает, от автомобилей до кока-колы, Россия очень много, Америки слишком мало, развивающаяся Азия это Китай, с Китаем вообще ни хрена не понятно, оборонку погнали, ну кстати это интересно, может быть посмотрим на оборонку, может быть, я вообще намерен какое-то время покупать хорошие IT-шные компании, чтобы увеличить долю IT, ну потому что надо повышать долю IT, но так как самые крутые IT-шные акции стоят очень дорого, это Google больше 3000 долларов за акции, за акцию одну, Amazon больше 3000 долларов за одну акцию, из недорогих только Apple, из тех, что можно покупать маленькими кусочками, то получается IT можно покупать только через нормальный, покупать через ETF, у нас есть IT-шный ETF, но его не очень много, может быть мы будем покупать IT через ETF, кстати, вот так будет наш портфель, школьный, и Майн Туна, больше всех Сбер платит, но довольно до хрена, график выплаты дивидендов, дивиденды, дивиденды, а, вот она эта фигура, вот я ее искал, блин, мне так нравится вот это, вот это графическая результативность наших инвестиций, в процентном соотношении, не в деньгах в целом, а в процентном соотношении, смотри, пока лучшая наша сделка за все время, это Allros, мы купили минимально, минимальный лотон на 500 рублей, но если бы мы купили на все деньги Allros, Allros, это принесло бы на больше денег, прибыль 33,72%, вот видите, то есть Allros было нашей самой выгодной сделкой, на втором месте Rusagro, на третьем месте Severstall, заметьте, топ-3 это российские компании, выросли сильнее всего, да, причем с огромным отрывом, вот четвертое место, да, в 2 месяца, чем Allros. Чувак, если интересует ли ты, посмотри, Сейчас, погоди, потом, это ETF на российские акции, опять же, то есть в топ-5, 4 позиции занимают российские компании, шестое место Сбербанк, седьмое Новотек, дальше уже IT, и Lookwell, вот восьмой, Русал девятый, то есть смотри, из 10 позиций, 7 позиций или 8 позиций даже, это российские компании, то есть хорошие российские компании, хорошие, голубые фишки, это наш первый шеллен, если покупать на просадках, это, ну, получается, очень выгодная оказалась сделка, намного выгоднее, чем половина наших иностранных, скажем, инвестиций, но там есть и аутсайдеры российские. Так, дальше смотрим, топ-10, CISCO, пятерочка, Банков Америка, Мосбиржа, тоже российские акции, Bristol Myers Squibb, это американские фармацевты, Coca-Cola, Сургут, нефтегаз, префы, они выросли очень мало, но по ним еще дивиденды мы огромные получили, то есть очень выгодная, очень выгодная сделка. AMD подрос, бля, мы купили его очень дорого, а он все равно подрос, я не понимаю, как это работает, ну, просто жесть. Это еще один IT, так, это Takeda японская уже в плюсе, хорошо, ага, 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 Манчестер, Манчестер в плюс вышел небольшой, удивительно, а это наш киберспортик, смотри, плюс 0,06%, 2 рубля 60 копеек наша прибыль от киберспорта, ну, что сказать, очень-очень выгодный киберспорт. Дальше, смотрим те, кто нас расстроили, Viacom, Viacom пока дешевеет, открывает наш список аутсайдеров, GIS, General Mills, это американская еда, я, если честно, не понимаю, почему General Mills дешевеет, потому что еда дорожает во всем мире, во всем мире дорожает еда, Америка входит в весь мир, это очень крупная компания, производящая еду, я хер знаю, почему дешевеет, ну, ладно, это Казахстан, казахи, ребята, подвели, вначале очень здорово росли, прям нереально росли казахи, потом опустились в казахи, стыдно, IBM, так, неудобно еще тогда, а, это American Airlines, Poly Polymetal, это золото-серебро, тоже российская компания, в минус приличный, детский мир в приличный минус, я же говорил, не надо его брать нахер, AT&T подешевел, Verizon, это два телекома, прилично подешевели, BTI, смотри, все дивидендники мощные наши дешевеют, иностранные, да, AT&T, BTI, блин, неудобно они сделали, да, вот это вот, жесть, еще вот это окно появляется ровно на тикере, ну, капец, неудобно, короче, все дивидендники наши подешевели, Intel прилично подешевел, я взял, он подешевел, Cinepec, ну, Cinepec вместе с всем Китаем, я думаю, там аутсайдер будет весь Китай, Cinepec просто, да, вместе с всем Китаем, LiAVT тоже подешевел, General Motors очень сильно подешевел, минус 16% General Motors, охренеть, почему такое дешево, ну, это, я уверен, что это временное явление, не может быть, вот это в целом Китай, наши фондики на Китае, это TAT нефть, просто минус 17, 33, 6 какая-то, ну, TAT нефть мы, кстати, покупали по вашему заказу, а это VIP-шок, минус 24%, охренеть, охренеть, ну, как видите, вниз нас очень сильно тащит Китай, плюс дивидендники вот эти, взяли дивидендников жирных, они ушли вниз, но я думаю, если, если будет коррекция, то, вероятно, дивидендники-то вернутся в строй, потому что, вот, ну, так пока выглядит динамика доходности, доходности-моходности, мы, конечно, отстаем по метрикам, где тут наши, be mine tonight, метрики покажите, пожалуйста, блин, куда они подевались, только что здесь были метрики, ну, только что здесь были, куда они делись, а, вот они, отстаем по всем метрикам, больше всего, жесть, жесть мы отстаем по метрикам, ну, это срана Китай, все, срана Китай, джейм-то понятный с дефицита чипов, вот, и, соответственно, у нас сегодня, как обычно, еженедельная покупка, у нас есть немножко денег, максимум 15 тысяч, но это максимум, хотел бы ложиться тысячу в 10, и нам нужно постараться, в идеале, купить какое-нибудь хорошее IT, но не обязательно, давайте посмотрим на то, что сильно просело, да, на то, что сильно просело, мне вот интересно, может быть, там можно что-то усреднить, вот эти наши просевшие компании, потому что некоторые выглядят невероятно жирно сейчас, невероятно выгодно, блин, я все время забываю, куда здесь, сюда, нет, или сюда, нет, все-таки дивиденды, по-моему, да, рост вот, вот, я бы в первую очередь хотел бы смотреть на General Motors, потому что его падение, да, очевидно, связано с дефицитом полупроводников, ему приходится останавливать производство, соответственно, на ближайшую дистанцию у них показатели упадут, но тем не менее, я абсолютно уверен, что это короткая дистанция, что в целом у них все будет хорошо, ну, во-первых, это General Motors, это мега-супер-ультра-гигант, его капитализация более 70 миллиардов долларов, General Motors, ребята, он по мультипликаторам мега-дешевый, мега-ультра-дешевый по мультипликаторам, General Motors, это компания, которая владеет огромным количеством брендов, я даже не вспомню, что все автомобильные бренды, которыми он владеет, он производит до хрена всего, он, он прибыльный, он даже дивы немножко платит, причем, ну, нормальные дивы, ну, он, как ни глянь, он просто восхитителен, да, у него падала выручка, ну, падает выручка, вот, смотрите, вот, вот выручка падала, ну, коронавирусный год, и сейчас проблема с тем, что не хватает полупроводников, они не могут собирать машину, потому что, ну, ты не можешь продать машину без работающего поворотника или стеклоподъемника, поэтому они будут приостанавливать производство, снижать объемы, но я абсолютно уверен, что проблема-то временная, пройдет совсем немного времени, но там год-два, и она решится, и General Motors должен отрасти, правильно? Правильно я тебе рассуждаю, нет? Ну, это же General Motors, ребята, почему он так дешевеет? Это что-то фантастика какая-то. Почему каждый раз ты говоришь про кризис полупроводников, почему полупроводников не хватает? Ну, во-первых, мы сейчас живем в таком мире, что полупроводники нужны всем, что ты не производи, тебе нужен полупроводник, ты собираешь iPhone, тебе нужны полупроводники, ты собираешь бытовую технику, тебе нужны полупроводники, ты собираешь автомобили, тебе нужны полупроводники, ты собираешь процессоры, видеокарты, тебе нужны полупроводники, ты собираешь, не знаю, любую мелочь электронную для дома, там, веб-камеру, что угодно, пульт управления, тебе нужны полупроводники, И так спрос очень высокий А еще из-за коронавируса То остановка производства То где-то цепочки поставок обломились То где-то там контейнеры Контейнеров прямо сейчас нет В общем проблема сейчас с этим Предложение не успевает за спросом Компания также заявила Что остановит продажи электромобилей На определенный срок из-за проблемы Последний отзыв распространяется чем на 73 тысячи автомобилей Болты горят? Какие болты? Что по остальным автобрендам? Ну давай посмотрим на остальные автобренды Да, Ford например Ну примерно та же картина Да? Примерно та же картина Кто там еще автомобилисты есть? Так, General Motors, Ford, Volkswagen Volkswagen надо посмотреть Ну та же картина У них всех примерно одна картина Я так понимаю в связи с полупроводниками Китайцы Китайцы, до хрена китайцы появились Всякие ли авто, электромобили китайские Ну чуть-чуть другая картина Чуть получше Ладно, давайте мы знаете еще Мы запомним сейчас Запомним General Motors Что он стоит 49 долларов Ручку потерял Не чем записывать Давай пока запишем General Motors Kia, а Kia разве торгуется на бирже? Kia это же частная компания No Kia, no Kia есть Kia, no Во-первых, Kia это корейцы, а не японцы Японцы это Toyota Ну, что-то схожее, схожее что-то Что-то все автомобилисты так все Ладно, запомним General Motors по 49 долларов Если ничего толкового не найдем Может быть купим Давай посмотрим по IT Я хотел в IT инвестировать Так Activision пока вообще не интересно На ближайшее время Google, Google Google всегда интересно Google когда не купи Всегда, всегда хорошая покупка Надо бы это делать Господи, надо бы это сделать Здесь по 1200 Куда смотрели мои глазоньки Если заданать Скажи купить что-то купишь Ну, да Хули Ну, просто если задантишь 100 рублей И скажешь купи Google Google это стоит вон 3000 долларов Facebook Блин, кстати Вот я бы не прочь Займеть одну фейсбучину Но одна акция стоит 366 долларов На текущий момент То есть нам нужно где-то Ну, недели 3, наверное 2-3 недели откладывать Чтобы купить одну фейсбучину Может быть я как-нибудь знаешь И скажу Пацаны, на этой неделе Инвест-шоу не будет Я отложу денег Чтобы потом мы купили Одну фейсбучину Может быть так и сделаю Но, наверное, не сегодня Microsoft То же самое Вот есть вот эти Фанги Вот эти Facebook Google, Microsoft Вот эти Которые, ну, когда не купи Нормально На любой Доброе утро, Наташа На любой просадке Покупаешь Microsoft Вот эти фанги Покупаешь Facebook Amazon Apple Microsoft Google Туда еще Netflix стали относить Некоторые другие компании В общем, топовые Американские айтишники Они только растут и растут Растут и растут Apple 148, да Ну Вот, кстати Хорошая цена, кстати Для Apple А у нас пока ни одного нет Apple, да Кажется У нас нет ни одного Apple И как раз Я же в прошлый раз Хотел купить Apple Не купил Вот наш кандидат На сегодня, ребята По идее, сейчас Amazon Должен расти неплохо Да он всегда растет Amazon растет всегда Ой, кстати А что это он так А что с ним случилось Пацаны Надо брать Amazon Вот здесь Надо брать Amazon 3200 А что с ним случилось Вот это что такое Это какой день Это у нас 29 июля Месяц назад А что с ним случилось Месяц назад Слушай, ну цена Неплохая вроде, да Неплохая цена Было бы 3300 долларов Это какие-то Жалкие Сколько там 250 тысяч Я бы купил Я не знаю Что здесь случилось Штраф за условия труда Ну это развакс Это все так Мелочи Условия труда 148 за Apple Слушай, выглядит хорошо Apple вот, блять Раньше надо выбрать Где были мои глазоньки, ребята Где были мои глазоньки Здесь Вот здесь Где были мои глазоньки Уоррена Баффета Apple Чуть ли не половина Сколько там Процентов 30 или 40 Apple хранит Релиз игры Переносили в июле Элзириус Ты представишь себе Масштабы вообще Амазона Это компания Которая делает все И какие-то их игры Это Знаешь Такая мелочь Ничтожная Я вообще впервые слышу о том Что по Амазон Какие-то игры там А, New World они делают Да, ну Это вообще срань Настолько незначительное Амазон Это онлайн магазин Они продают По всей Америке Товары В каких-то масштабах Просто невегических То, что Они владеют Твичом То, что не пускай Какие-то игры Это знаешь Такое хобби У них такое И оно на их показатели Практически не влияет Поэтому перенос игры Насрать Если бы Амазон бы объявили Что игра переносится И их акции Упали бы на 10% Правильным решением Было бы на все бабки Брать эти акции Потому что они тут же Отрастут обратно Потому что это совершенно Non-factor Совершенно незначительный Ладно Значит, я сейчас Фокусировался на Apple Выглядит Ну Выглядит Нормальная цена Короче, Apple Apple Нормальная цена Такая чуть-чуть спустилась Можно брать И у нас нет ни одного Apple А надо Мы как раз IT хотели брать Правильно Как раз и IT Это прям топовый IT Очень хороший Кандидат Что там Netflix В боковике Ну Мне кажется Netflix еще долго Будет в боковике Он во время карантина Дико вырос Просто невероятно Вырос Но он по показателям Не выдерживает Он Заменился Его рост Поэтому Он долго Еще будет в боковике Скорее всего Bezos ушел Недавно Из-за этого Ты знаешь Ну Кажется Такое явление Что если основатель Лидер компании Уходит То акции должны упасть Но Как говорит мой опыт В таких случаях Это идет только На пользу компании Потому что Ну вот ты гений Да Гений Основал крутую компанию Развил ее Создал практически с нуля И кажется Что без тебя Компания загнется Но вот год за годом Ты стареешь Уже Может быть Ты не тот Может быть Тебе уже надоело Тебе уже нахер Это не надо Каждый день Управлять компанией Ты уже думаешь Ну я уже Мне уже лет Год много Я уже успешно Мне дохера денег Я бы там Не знаю С внуками Понянчился На рыбалку бы поехал Нахер Мне это уже Не очень надо И я уйду И вот мой опыт говорит Что это идет На пользу компании Вот например Стив Джобс умер Да Место него пришел Тим Кук Эппл С тех пор Когда Какой-то год 16-й был Или какой-то 14-й Вот с приходом Тима Кука Вот что произошло С акциями Эппл Он просто ебашит Как не в себя Он просто человек-машина Тим Кук Гений В сто раз В сто раз круче Чем Джобс Потому что Он компанию свою Превращает в какую-то Ну в самую крутую компанию В мире Сейчас нет Компании пизже Чем Эппл Тим Кук Тинькофф Блять Когда Тинькофф Отошел от управления Акции сразу скаканули Потому что Последние годы Тинькофф рос Не благодаря Тинькоффу А вопреки Тинькоффу То же самое Джефф Безос Ну и Ну черт же Джефф Безос Там уже такого масштаба Компания Там уже столько Управленцев Талантливых способных Что если Безос уйдет Всем насрать Ну не растеряйся Компания Как бы сумеет С собой управлять Может даже лучше будет Так что Я вообще Не знаю примеров Где вот Вы создатели Компании Ушел Ооо Все Все пропало Все Компания Пизда Акции падают Компания закрываются Не знаю ни одного примера А успешных Знаю дохрена Так что Почти всегда Хорошие новости Так Ну что у нас Что здесь Виаком Еще немножко Подупал Но у нас Виаком уже Немножко есть Тем более Он не такой стабильный Как тот же Эппл Виаком у нас Две акции Ну я бы мог Взять больше Но Так Китайский Гугл Что-то с китайцами Пока засу С китайцами Непонятненько Мелдру вообще Обрезгую Мелдру так Чисто по приколу Здесь добавлен Так Что у нас Ламресерч 590 долларов Одна акция Дорого Дорого Дороговатенько Российская Федерация Что Российская Федерация Что Ну Так Nvidia Nvidia Господи Ох Охренеть Что это Такое Я Я Хер Знаю Что с ними Происходит Как они Так Прут Что-то Запредельное Просто Запредельное Ребята Что-то С акциями Nvidia Надо было Брать Когда вы давали Карточку Сказали Что за Обслуженная Карточка Деньги снимать Не будут Сняли С 9 рублей За обслуженной Карты Ну Во-первых Чувак Который дал У тебя Карту Тебя Нагленно Обманул За обслуженная 100 рублей В месяц Об этом Должны Говорить Об этом Видно В тарифах Если смотришь Тариф Тинькова У них нет Как обычно В тарифах 52 страницы Мелкий шрифт Там буквально Несколько строк И там есть Строка 100 рублей В месяц Но есть Способы Не платить Во-первых Если ты удовлетворяешь Хотя бы Одному условию Там есть целый список Условий При которых Ты не платишь Посмотри Список условий Тариф При котором Ты не платишь Если ты Ни в какое Условие Не входишь Но не хочешь Платить Есть такой Лайфхак Который Не все знают Ты можешь Сменить Тариф И для тебя Карта будет Бесплатная Ты ничего Не будешь Платить Но тогда Тебе на остаток На карте Начисляется Кэшбэк Но если Ты переходишь На бесплатный Тариф То ты тоже Получаешь Кэшбэк Но денег Свыше 100 тысяч Если у тебя Больше 100 тысяч Ты вот С избытка Будешь получать Кэшбэк Ну то есть Проценты А если Будешь на платном Оставаться То у тебя Проценты Начисляются На все твои деньги Надо просто Посчитать Что для тебя Выгоднее Там есть способы За период Тима Кукла Не сделал Ни одного Нового продукта Та и насрать Ну не сделал И не сделал И еще А что Экосистема Мало что ли Как видишь Очень даже Немало Их экосистема Это прям Фабрика По производству Денег Тем более Что рано или поздно Скорее всего Эпл Все таки Смогут В электромобиле На понижение Поиграть Нет Спасибо Так Ладно Идем дальше Амд Кстати Амд Сейчас тоже Выглядит Очень неплохо Да Очень недорого Выглядит Амд Я бы Рассмотрел Прямо сейчас Амд Покупки Давай запомним Амд Запомним Запомним Амд По моему Тоже очень Очень недорого Сейчас Конечно Они тут Взлетели Очень сильно Прямо После такого Взлета Брать их На Ай 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 Ну ладно � запомним Так Пока запомнили Дженерал Моторс Эпл Амд так intel intel что-то продолжает продолжает вяло себя показывать но у нас есть какое-то количество intel сколько у нас их вот у нас одна акция intel а какое-то количество один intel у нас есть но тоже на самом деле недорого intel там можно блин intel у них реально показать это неплохие если они смогут вернуться на конкуренцию они сразу ну нормально вырастут их конечно давят сейчас давят амдшники очень сильно но они тут в ответ решили вторгнуться в производство видеокарт вторгнуться к nvidia то есть ну intel там в итоге все должно быть хорошо я надеюсь но деньги-то не резина чтобы все купить да так taiwan семикондактор проводнички вперед вперед проводнички но тоже они здесь очень сильно отросли нереально отросли по показателям дороговато дорогва стоит как-то рада тартaime тоже дохрена всего производит оборудения испытания полупроводников это производит полупроводники они производят оборудованные для испытания повар повар под курс не очевидные такие связаны с полупроводниками а home полупроводники явно в ближайшие годы будут очень востребованы лишь долго нее требуем и можно было просмотреть и кстати к покупке можно было бы рассмотреть они они недавно очень хороший отчет выпустили кстати растет у них там все растет ширится прям показатель улучшается буквально недавно их отсчет вышел western digital я про них практически ничего не знаю кроме того что они производят жесткие диски ну дивы кстати платят хотя в двадцатом не платили IBM 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 тоже немножко вниз ушли соседушка у меня проснулся так ну если честно если честно я настолько загорелся к покупке apple кстати на подорожало на несколько центов на 40 центов по кому сопли жевали на 40 центов apple подрос нет полупроводников нечего испытывать настолько загорелся покупкой apple у нас нет ни одной акции apple я хочу ну просто чтобы она была хотя бы одна акция apple хотя apple такая компания что можно не покупать и покупать и покупать и просто по нормальным ценам нужно это делать не на самых хаях ну и посмотрел они растут и растут 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 я думаю в восемнадцатом году можно подумать господи не так 50 баксов стоит куда их еще покупать они на нахер отросли apple это фабрика по производству денег они зарабатывают огромные бабки у них рентабельность какая-то запердельная запердельная рентабельность они просто рубят бабки нереально на каких источниках звучать отчеты новости компании и так далее да по-разному по-разному где статьи читая удобнее всего читать чужие статьи где не нужно самому пыхтеть над отчетом где за тебя все проанализировали твоя задача посмотреть посмотреть вот это максимально быстрый экономный способ экономичный по времени смысле еще на цен подорожал мне ребят на добротепл смотри на за дорожает было 147 90 лечен сейчас 148 действия 148 11 а все подешевел на центр 148 10 снова пока подешевел ряд надо брать смотри нам нужны доллары нам нужно 150 долларов да почем нынче доллар 74 с копейками нам близ 150 долларов близ 11 115 хорошо покупаем 150 долларов нам пожалуйста продайте 150 все правильно надо убеждаться потому что здесь нет каких подтверждений один клик все куплено поэтому я обычно два раза смотрю опять 148 11 так давай подождем пока вы 148 10 этот центр очень важен невероятно важный центр мы же не будем на хаях покупать до 148 11 мы сейчас подождем когда упадет до 148 10 и сразу купим смотри я готов а вот 148 10 смотри примерная стоимость надо брать ребят берем по 148 10 все покупаем да ну все денег больше нет на сегодня чего вы там еще хотели посмотреть какие акции вас интересовали давайте посмотрим по баррику я вилла там что-то спрашивали сейчас поднимется я посмотрим там значит что сделаем максимально прям по минуте по минутам движения акции apple пока не двигается дисней кстати да интересненько что там и не знаю как 148 05 как 148 05 как минус 5 центов еще обалдели что ли мы только что по 148 10 купили с ума сошли верните 5 центов интересно чё здесь на них там парке открываются слушай ну вроде подешевела вроде недорого но смотришь на показатель да п на е 288 но я-то понимаю связано с тем что они терпели убытки связи с закрытыми парками сколько них больше года парки стали закрыты они несли большие убытки я думаю этого хотя в ручку не сильно снизилась до странно вот к видный год а выручка у них не особо-то снизилась каспий ваш посмотреть можно посмотреть да а его кстати у нас нельзя купить и помню к я кстати даже рассмотрел бы каспий покупки на его нельзя купить его нет наших биржах по 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 удивительно вот дисней закрыл все свои парки все свое disney world disney land а выручка почти не снизилась но при этом они с убытком закончили двадцатый год и я думаю связи с этим у них показатели совсем вот такие бешеные а так на него диснеет хорошая штука весная хорошая штука ребят это чё такое это у них денег очень много появилась двадцатый год ничего не понятно где вы такие каспий по моему у нас нет да это что-то вроде нового тинькова казахстанского но он не торгуется у нас парки мало приносит относительно марвел и звездных войн ты откуда знаешь сколько приносит парки когда парки закрыты да они мало приносит когда открыт принцип до хрена ргр торгуют оружием хорошая дева что-то не знаю таких ргр а а стермен рюгер марку такую знаю да американские оружейники да так интересненько кстати американские оружейники ну блин я стараюсь не связываться с такими не очень крупными компаниями потому что за ними поглядывать надо за крупная компания можно не смотреть как бы чё там с кока-кола случится да чё там случится с кейм теплом нихрена с ним не случится вот ну по показателям отлично не все прям отлично и хотя у них так вот видишь скачет 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 на них даже немножко как по чуть-чуть сдувается вроде да чё там дивы ну див платят соусу да не тоже до хрена дивов они платят в этом году только много платили капитализация них небольшая динамика у них ну и куда им развиваться же все больше и больше оружия продавать непонятно куда им оружие продавать и вот так свидания на арне не не буду диснея диснея плюс появится да это кстати важный аргумент почему он так прилично подрос прям он после диснея плюс вот вот примерно коронавирусный год и насчет за счет диснея плюс они поехали вверх хорошенько диснея плюс то мощный игрок сейчас на рынке стримингов что он netflix диснея плюс amazon prime ну и там всякий уху еще есть которые у нас нет но в америке есть и некоторые другие пырхаются тут же вяком привет тарас про или говорил что такое и наш наш парк что ли какой или вот это что ли какой или что это такое материал опт электронные компоненты компания предлагает промышленных оптических коммуникации и на технике облога вот такие это кто блять еще такие это я не лазера делаю до покупаем что-то apple купили 6 миллиардов но нормально так нормально но хотя прибыльный ритамлист такси на хотя прибыльный то хер знает но хотя смотри растут как для растут они дальше продолжит так расти показать там они очень дорогие ну если они бы да если была уверена что они продолжат так расти это очень круто да очень круто она прям дорого должна стоит но я хер знает кто это такие продолжат ли они расти не на вообще интересно они причем так припали до припали может они просто еще не очень если я если честно не знаю кто такие чтобы знаешь так рисковать что там покупать black rock блин black rock биркшир хитовый мне кажется можно брать не ошибешься купил на тысячу красава андрей красава потом расскажешь как у них успехи я так суть знаешь вообще впервые встретив компанию там что-то посмотреть на графика купить я так не умею вот если я хорошо знаком с компанией я могу так знаешь полу полу наугад купить а если впервые же компания сначала знаешь бы открыл бы youtube попробую какие-то ролики про эту компанию найти просто погуглил бы что за компания чем она занимается и тогда я бы обдумал а вот так прям слепо и как раз плохой план покупать акции смотрел на них 700 баксов сейчас 930 грущу на black rock да вау вау охренеть трое просто машина ну и x smp 500 покупать у нас можно через через gtf и но есть две причины почему они покупают ну почему почти не покупаете его первое у нас довольно конские комиссии даже 0 9 комиссии которые по нашим меркам считаются не очень высокими давно за ними слежу немного что почитал ты да это нет вот во первых наши комиссии причем даже скромный для нашего рынка 0 9 процентов в год это достаточно высокие комиссии а во вторых сбил с мыслями со своим блять вслепую а во-вторых это да это будет не так интересно чтобы на стильмах по короче пацаны я сегодня опять купил те все все наши инвестиции окончены заняли две минуты 17 секунд так мы хоть ну смотрим разные компании что как у них дела сидишь так полетел так они отчет выпустили счет они выпустили помог раз сегодня вот и полетела полетела сиди оптимать ашами прям такой отчет выпустили отчет отчеты жда или не осушает нора предотчетом него родишь сегодня отчет выпустили когда нет девок нет девок вообще не проблема абсолютно не проблема девы это больше знаешь психологическая такая психологическое удовольствие того что вот я получил дивиденды у меня стало больше денег я стал богаче но по по цифрам это одно и то же а может быть даже и хуже может быть компании которые есть много аргументов и за компанией с дивидендами против компании с дивидендами но в принципе то что компания делов мало что значит в тиф или пифах управлять и молжение человека не по стратегии но есть разные есть активно управляемые там где чуваки якобы круто управляют в инди гамме купил продал инвестируют трейдят и зарабатывают а есть индексные они этого не делают они просто купили по индексу акции и сидят на су ковыряют раз три месяца посмотрели перетряхнули портфель и ребалансировку провели и снова три месяца на су ковыряют мне больше нравится индексные потому что понятно чему что думаешь насчет северстали на ломка компания отличная но во-первых есть вероятность что цены на всякую такую продукцию на металл и лес всякую такую херню достигли пика и дальше пойдут вниз соответственно снизятся доходы этих компаний а во-вторых и поддушивать сейчас начнут налогами ну уже точно их будут поддушивать налогами это уже не новости что там всякие торговые войны экспортные пошлины ну короче я считаю что компания хорошая но я не уверен что по текущим ценам хотя ну вроде недорого и рентабельность пиздец какая высокая но это рентабельность может быть знаешь результатом невероятно успешного года что такое вообще что за фигня я нихера не понимаю что что такое не ну хорошая компания хорошая просто я стопну покупку российских акций и уже мы месяца два не покупаем российские акции потому что изначально вы же когда просили покупать акции усилиями купи российские акции ну это есть такое выражение хомбайер домашний покупчик вот мы живем в россии мы знаем про российские компании там северсталь сбербанк роз нефт лук ойл газпром аэрофлот тут все на слуху мы этим пользуемся и поэтому мы первым делом покупаем то что знаем а то что там где-то в других странах ну хер знает что за компания там впервые них слышим поэтому хомбайер хомбайн очень активен у нас поначалу было процентов 70 российских акций что конечно ни в какие ворота это вообще не серьезно это совершенно неправильно неправильно балансировку по моим оценкам в российских акций должен быть не больше 20 процентов портфеля у нас их сейчас после сильного снижения доли почти 40 поэтому какое-то время российские акции стопнули для покупок по моему идеальное время для покупки российских акций это лето весна-лето как только проходит див отсечка сразу они ныряют в div gap вот там их надо подбирать купил и год на год забыл они за год снова отрастут еще иди у получишь у меня тут недалеко вагоны северстали ездит устрою диверсию у них все вниз полетит закупимся а как они восстановятся продадим и повторим отличный план надежно блин как швейцарские часы патриотичный портфель патриотичный портфель я тут сегодня новость прочитал по ходу патриотичного портфеля послушайте ну я сейчас не найду так примерно словах пенсионная система наша трещит по швам даже с повышением пенсионного возраста него она не вывозит и прямо сейчас готовится новая пенсионная система и и пока не афиширует потому что выбора у нас на носу через 20 дней нас выбора даже меньше и поэтому грустные новости пока не сообщает но как пройдет выбор где ближе концу года я уверенно ждут шквал новостей по поводу новой пенсионной системы и там чуваки близкие к правительству предлагают следующее ну они там делают разные предложения разделить граждан на старых на новых короче ну смысле на относительно молодых тех кто моложе 53 лет и среди предложений среди прочих предложений есть предложение чтобы с дивидендов с дивидендов дополнительно платили бы социальные отчисления то есть там есть такие вещи как социальные отчисления когда получаешь зарплату твой работодатель платит социальные отчисления на это знаешь всякие там инвалидности вот эти все эти как они декреты по беременности вот это все с этих отчислений платятся всякие страхования и и пенсионные отчисления и мета отчисления так вот эти чуваки предлагают чтобы из дивидендов тоже взимались бы социальные отчисления ну вполне может стать у нас правдой вполне может стать правдой может пока бла-бла-бла но может быть так и сделают из дивидендов дополнительно помимо 13 процентов налога ты будешь платить еще какие-то социальные отчисления что будут эти дивиденды подъедать соответственно эффективность держания этих российских компаний ведь но в чем смысл держания таких российских компаний в основном это дивиденды наши такие компании платят много много дивидендов и поэтому ну они востребованы они может быть не супер сильно растут но платят дивы а если с дивов еще буду поджирать еще еще какие-то социальные отчисления ну хер знает посмотри не тори самая крупная мебельная сеть японии посмотреть посмотрю но покупать японскую мебельную сеть вообще не интересно нет их на бирже они не торгуются видимо по крайней мере у нас так что ребята насчет патриотичного портфеля у нас и так он гораздо более патриотичный чем надо прям в разы более патриотично вот смотри вот-вот вот по странам 37 3 россия должно быть 15 20 в лучшем случае америке должно быть намного больше ну китай нас вроде бы достаточно хотя там некоторые аналитики говорят что китай уже не развивающийся рынок что это уже нормальный полноценный рынок его должно быть больше на сучет на того что компартия делает со своим бизнесом хер знает целом вот примерно вот так вот должна голубенькая сша должна примерно идти вот так примерно вот так вот да вот это должна быть сша вот посюда а россия должно быть вот примерно здесь, и поэтому пока я российские акции не покупаю. Так, ну ладно, что, посмотрели все, что вам было интересно, да, все обсудили, все посмотрели, деньги потратили, деньги сделаны, денег больше нет, купили один Apple, я вообще Apple бы покупал в любой непонятной ситуации, не знаешь, что купить, купи Apple. Господи, на 10 центов подешевле, ребята, мы потеряли 10 центов уже за эти несколько минут. Потеряли 10 центов, Apple, что ты делаешь? Скоро же у них презентация, кстати, осенью, да, в сентябре. В любой непонятной ситуации, если Apple не на хаях, если они в просадке, можешь покупать, и я прямо в этом уверен абсолютно. Если их искусственно как-то не расширенят, не зарегулируют, то все у них прям зашибенцы, это фабрика по производству денег. А если они еще анонсируют электромобили, блин, нам было по 122, когда раздавали по 122 Apple, не так давно, в июне по 122 раздавали, нам было больше брать. Вот, ну ладно, все, на сегодня инвестиции окончены. Надо все-таки съесть кусочек шоколада, сделать водички и начнем читать Гарри Поттера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!